Чтобы, так знаете, особо каких-то больших и, ну как-то это, Black Rush разрастается, там, я не знаю, та же самая Борвиха разрастается, Life Mobile или там в каких-нибудь прочих вот этих новостных. Тем не менее, ну как-то оно всё хуёво получается и, разумеется, за новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Уже достаточно давно, на протяжении нескольких месяцев, я рассказывал вам про Diamond Roleplay, да и не про обычный Diamond Roleplay, а про Diamond Roleplay на КРМП. И не просто в КРМП, как вы уже, наверное, могли понять, а в КРМП на Android, чтобы как бы вот всё это было вот так вот. И у меня вышло уже много видеороликов по поводу всего этого. Там, знаете, в самых первых я рассказал о том, что, мол, ну как-то это не особо, мне кажется, практично, что вот у вас нету ещё, знаете, порта своего GTA-самповского проекта на Android, а вы сразу лезете в какой-то вот этот вот весь КРМП. Зачем, для чего, нахуя, всё прочее. Потом, руководствуясь опытом, который я получил, исходя из Arizona Mobile, я вот сразу сказал, что, мол, ну, возможно, это и неплохо. Просто потому что, ну, какая-то такая, знаете ли, эксклюзивность, что ли, что вот этого самого проекта, его нету на компьютере, можно будет нормально посчитать онлайн, узнать, сколько вообще людей играют там с телефона. Возможно, включить весь этот проект, там, знаете, в мониторинг, в том же самом Live Mobile или там в каких-нибудь прочих вот этих новостных изданиях по мобильному GTA-сампу и GTA-крмпс такие ещё имеются. Потому что я уверен, что Live Mobile, как и Live Samp, как и вот все эти прочие журналы, они уже являются монополистами и как-то вот на них повлиять извне можно только и создать какой-то свой журнал, в котором будут публиковаться все эти новости. Но никому это не надо, Rockstar бомбит там вообще в пизде сидит, сам World хоть и пытается что-то делать, там какие-то новостные посты выкладывает даже про тех же ютуберов, вот про все вот эти вот, знаете, прочие вещи. Тем не менее, ну, как-то оно всё хуё получается и, разумеется, за Live Samp и за вот всеми этими Live штуками, за ними, как я понимаю, вот вся вот эта вот монополия, никто с ними не пытается сражаться, как-то бороться. Да, в общем-то, это и сложно, потому что, когда все заходят, как бы, читать новости именно в Live Samp, когда новости ассоциируются только вот с Live Samp, разумеется, всё это не особо, ну, нормально. Но, как бы, понимаете ли, бриллиант ролеплей от Diamond CRMP, он молчал-молчал-молчал, обещал что-то затизерить, по итогу не затизерил и по итогу там что-то вот всё происходило как-то, ну, непонятно лично для меня. Но не так давно они выложили скриншот, на котором там виднеется что-то Москва-Сити и вот это всё прочее. То есть, ну, непонятно для чего нужно это, Москва-Сити, непонятно как, но в целом, как лично мне кажется, то есть, раньше у них вроде как тоже должен был быть какой-то проект вот этот вот в CRMP, бриллиант ролеплей вроде как он также назывался. И, типа, ну, что-то они там пытались тоже сделать с этим совсем CRMP, у них нихуя не получилось. И понятно, что, наверное, сейчас они пытаются всю эту карту перенести на мобилки, чтобы, так знаете, особо каких-то больших затрат на вот этих вот всех чуваков, которые будут делать мапу, не тратить затрат, тратить, ну, типа, вы это всё понимаете, наверное, да? Да и в целом, Даймонд ролеплей всё как-то слишком долго разрабатывает, и весь этот хайп, вся эта, возможно, шумиха, которая у них там была немного ранее, она уже успокаивается, и все, типа, такие, блять, бриллиант ролеплей, это вообще чё? Типа, проект, что-то CRMP, а, это от Даймонд ролеплей тут проект, не-не, не слышал, типа, ничего не знаю. И, ну, как-то это, как-то всё это хуёво получается по итогу, потому что, ну, Даймонд ролеплей, CRMP, типа, нужно вот, как это всё делать, нужно вкинуть какие-то 2-3 тизеры, когда люди такие подготовлены, такие, типа, о-о, вот сейчас у нас всё будет, сейчас у нас всё будет классно, круто и так далее, и там через недельку, через 2 уже всё выпускать. А тут они чё-то тизерят, тизерят, какие-то анонсы там делают, анонсы переносятся, потом эти самые анонсы, они делаются, они уже никому нахуй не нужны, все не помнят, чё это за проект, и вот таким образом, львиная часть аудитории, которая, возможно, и хотела поиграть, которая, возможно, и думала, планировала вот всё это сделать, она уже забывает, типа, блять, бриллиант РП, чё, блять, чё, какой бриллиант ролеплей, блять, чё, чё нахуй такое? Если они дальше будут всё вот это вот так тянуть, то, типа, ну, блять, уже я даже забываю, чё это за... Это как, знаете, вот спросить у человека, кто такой, блять, Ися, ну вот кто такой Ися Дипсайз, блять, вот так же потом будут спрашивать, блять, а бриллиант ролеплей, это вообще чё такое-то? Потому что они так долго вот всё это презентуют чуваке, блять, ну так не надо делать, это ж пиздец, блять, хоть кто-то уже помнит, чё вы хотели там сделать, чё вы хотели представить, чё вообще инновационного вы хотели привнести во весь этот КРМП, блять, не знаете? Потому что пока вы всё это делаете, пока вы там чё-то дрочитесь, чё-то, блять, тизерите, там, типа, ну вот, Блэк Раш разрастается, там, я не знаю, та же самая Барвиха разрастается, закупает вот эту всю рекламу, там, делает всё прочее, обновления, какие-то свои все прочие штуки, а тут, типа, ну, всё, что у вас есть, это, наверное, имя Даймонд Ролли Плей, и то такое не сказать, что особо крутое. Разумеется, Даймонд Ролли Плей, наверное, крутой проект, я не знаю, давно там не играл, но раз уж он топ-2 по онлайну, то, наверное, должен быть крутой, типа, ну, более-менее. А проекты, которые идут там, типа, вместе со всем этим Даймонд Ролли Плей в комплекте, или какие-то дочерние проекты, ну, они тем более должны быть, ну, как-то получше со всем этим представлены, потому что иначе, ну, я просто, блять, не знаю. Потому что, блять, Бриллиант Ролли, ну, сколько уже можно-то, блять, уже там с моего первого видеоролика прошло много времени, и, типа, чуваки уже забыли, блять, что это такое. То есть, поначалу тогда всем было интересно что-то, мобильный Даймонд, потом что-то мобильный КРМП, и вроде как всё, то есть, то, сколько у меня просмотров на самом первом видеоролике по Даймонд РП, Бриллиант, КРМП на Андроид и вот все вот эти прочие штуки, типа, ну, там понятно, что было всем интересно. Но сейчас уже, типа, чуваки, ну, блять, можно, конечно, сделать оправдание, типа, блять, да это ты просто никому не нужный, как какой-нибудь, там, не знаю, Санти Асала или там вот эти вот прочие чуваки, на которых выходили выпуски, никому не нужны. Возможно, вот так вот можно сказать, разумеется, вас никто не остановит, вы свободный человек, в конце концов, можете про меня говорить всё, что угодно. Но, тем не менее, блять, Бриллиант РП, ну, хоть кто-то вообще помнит, что это нахуй такое. То есть, я уже, типа, я это всё помню просто потому, что я такой, знаете, самповский журналист, и мне кровь из носа, нужно вот чё-то рассказать, чё-то снять, потому что ролики выходят каждый день в 20.00. Но, тем не менее, да, блять, ну, типа, ну, серьёзно, чуваки, блять, ну, о чём тут вообще можно говорить, если, сука, ну, так как, блять, ну, что в самом деле вы тут демонстрируете это, сука, ну, вот что это, блять, такое, я вот это вот лично не понимаю. Потому что, Бриллиант РП, блять, ну, сделайте уже чё-то, типа, не нужно совсем этим затягивать, потому что чуваки такие, типа, ждут, 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 потом смотрят вот на все эти анонсы, там, чё-то на эти скриншоты, Москва Сити, хуи Сити, блять, Бриллиант РП, хуилиант, блять, Даймонд, не Даймонд, там, им вообще уже на всё поебать, они просто хотят поиграть, просто хотят найти какой-то аналог для тех серверов, которые уже есть во всём этом топе, во всём этом мониторинге, во всём этом онлайне, во всём прочем, всё остальное им вообще до пизды. А сейчас, типа, чуваки, ну, блядь, ну, чё это вообще такое? Ну, в самом деле, ну, несерьёзно же уже, серьёзно, чуваки, блядь, это уже вообще несерьёзно. Однако, это всё было лишь моё мнение. Вы можете к нему прислушаться, можете послать меня нахуй. Ну, как бы, опять-таки, имейте на всё это право. Я снимал на проекте Arizona RullyPlayFenix IP, а также мой никнейм DanteConnor, а также мой промокод Notoxic54. Всё это находится в описании данного видео. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, туда вы подписываетесь. Делайте всё хорошо, и давайте мне на этом канале добьём уже 10 тысяч подписчиков. Потому что, ну, осталось немного, а 10 тысяч подписчиков это, как бы, круто и вообще всё классно. Поэтому, ну, сделайте уже нечто подобное. Вот, нажмите на кнопку подписаться или отписаться, или лайк, или дизлайк, или комментарий, или там ещё какие-то вещи. Мне, в общем-то, похуй. Увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже. Вот, как-то так мы всё это сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok